это следующая пациентка это мы ее еще будем сегодня с вами много раз смотреть это тот самый случай когда мы все 14 зубов на нижней челюсти оперировали одномоментно когда мы ей дали таблетку применезолона обратите внимание сейчас я вам вас верну вот сюда чуть-чуть посмотрите какой-то тонкий биотип это то что мы говорили сегодня да вот эта стиральная доска видите корни там все видны зубов девушки было на момент операции 28 лет ей в тюмени предложили удалить все зубы на верхней и на нижней челюсти связи с тем что у нее первичная дегесценция картикальной пластинки но у нее почти все зубы так плюс-минус выглядели здесь конечно питание очень вот в этом случае я была готова к риску того что не меня может не картизироваться трансплантат ну и я предупреждала сразу обратите внимание как тяжело было то есть даже тут видно что где-то участки просто скелетированные кости где-то еще сохранная надкосница надкосница даже не то что миллиметра я думаю что 0 5 ее не было то есть настолько как пергамент было этот трансплантат ну почти 20 миллиметров он да это его адаптация ну и вот это называется на что хватило но я осознанно не поднимала его высоко опустила немножечко более опекально для того чтобы все-таки использовать вот эту зону при не принимающим ложе ну это 14 дней это мы снимали швы а налет от хлоргексидина на меня не послушалась и все-таки активно делала ротовые ванночки хлоргексидином ну он снимается это не страшно вот это у нее по моему это три недели да да вот это три недели результатами может что-то отчистили ну и это наверное где-то полгода даже больше наверно год обратите внимание он дал рост вот этот вот объем который получился он после операции был меньше у трансплантата есть особенность да это к вашему вопросу даже если произошла неудача и он где-то не прижился или уменьшился и некротизировал сама травма надкосницы комбиального слоя дает потом рост клеток и объем все равно увеличивается поэтому никогда ничего через две недели не оценивается само собой только вот в те сроки которые мы обсудили алексей а можно мне вас попросить нас вернуть на клинический случай на другой мы сейчас рассмотрим корональное смещение еще раз просто со свободным вот десневым трансплантатом до эпитализированным дима что вот здесь спасибо большое ну что какой класс чулечен класс по миллеру какой коллеги а здесь нету третий третий кератинизированной прикрепленной десны нету убыль сосочка с одной стороны мы однозначно связи с тем что это третий класс плюс образе было принято решение метод коронального смещения с применением свободного десневого детализированного трансплантата пациентка отказалась от аддонтопластики перед лечением но по своим убеждениям в связи с тем что биотип у нее тонкий девушка тоже такая субтильная здесь никаких ласточки на хвостов не было здесь стабильная ситуация от препарированы квадратные хирургические сосочки расщепление до эпитализация анатомических сосочков обработка зона уже после геля зона специфическая кирета забор пожалуйста вот он просто вот окно на классному вопросу доктор то вырезали забрали зашили это тоже какой-то жирочек еще срезали мы до эпитализировали и начинаем его фиксировать это результат через год а вот это результат наверно лет пять прошло 44 вот так вот выглядит у нас есть прикрепленная десна рецессия устранена это цементно-эмалевое соединение вот здесь к большому сожалению результат я думаю был бы лучше если бы мы вовремя зону адентий бы как-то еще восстановили да и наладили бы желательный процесс но так сложились просто у пациентки в этой жизненные обстоятельства что мне бы хотелось туда поставить имплантат восстановить ее жевательную эффективность и за счет этого десна бы себя вела бы лучше чем это было то есть результат был бы еще лучше на самом деле ну алексей а теперь мы переходим давайте теперь вопросы по трансплантатам чтобы у нас ни у кого не осталось пустых мест мертвых зон в голове всем все понятно у всех нет ни одного вопроса по поводу десневых трансплантатов хорошо давайте помним готов сказать два правила только что разговаривали два правила размер и прижатие размер какой больше чего от чего от какой величины от мертвой зоны все все усвоили берем спокойно трансплантаты их фиксируем и больше не переживаем за них сейчас мы подождем и ладно метод устранение одиночных рецессий которые мы разобрали с вами корональным перемещением является не универсальным к сожалению но очень распространенным как мы уже это обсудили для таких щелевидных рецессиях которых мы сегодня с вами поговорили еще о некоторых тоже дефектах в которых можно применить данный способ это латеральное перемещение методика разработана очень много лет назад на корнями вообще в 71 год уходит не все ее любят не все ее применяют но она имеет место очень хорошо работает она надежная не такая не авантюрная с очень хорошими результатами благодаря тому что мы будемAdiv Gateway у меня принял Leadership innovation Продолжение следует...